Библейский портал экзегет.ру представляет Братья и сестры, мы продолжаем наши занятия по избранным псалмам царя Давида. И сегодня мы будем рассматривать второй псалом. Я бы назвал его антиглобализационный псалом, потому что здесь говорится об объединении всех сил зла на планете против Божьего закона, против благодати Христа и Святого Евангелия. И о том, что ожидает этот последний мятеж, который будет проходить во дни Антихриста. В первом псалме, пишет Афанасий Великий, правители иудейского народа, провозгласив нечестивыми грешниками и губителями, в настоящем псалме показывает также их дела такими наименованиями, каких стали они достойны. И окончив первый псалом упоминанием о нечестивых, тем же начинает опять и второй псалом, научая этим, что упомянутые выше конец нечестивых примут и ожесточившиеся против Спасителя. Собственно говоря, ожесточение против Христа тождественно апостасии. Апостасия – это период перед воцарением Антихриста. Тогда будет осуществляться во всем мире дехристианизация, когда будут убирать кресты из учебных заведениях, когда храмы, то, что мы видим в Евросоюзе, будут превращаться в дискотеки, выставочные залы, а из традиционных католических и протестантских гимназий, школ будут убирать распятие. Когда даже рождественская елка будет считаться вызовом исламскому меньшинству и ради принципов толерантности она будет запрещена. То, что мы сейчас уже наблюдаем в Германии, в Британии и в некоторых других местах, пока это носит как бы такой немассовый характер, но, возможно, будут приняты законы, по которым любое упоминание о христианстве будет восприниматься чем-то оскорбительным, потому что нам, христианам, не прощают ничего в прошлом, особенно в историческом прошлом. И если, например, на наши христианские страны нападали огоряне, мусульмане, а мы оборонялись, то нам саму оборону вменяют в жестокость, что мы слишком жестоко останавливали эти племена, эти народы, эти языки. Итак, Псалом начинается словами Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Помазанник – это Христос по-гречески, по-еврейски «Мещиах» – «Мессия». Здесь описывается такая глобальная картина «Метутся народы и племена». То есть мир пришел в некое движение, и, возможно, метутся, имеется в виду переселение народов и племен, которые тысячами, миллионами, они переходят с одного места на другое. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное?» Что значит тщетное? То есть напрасное. Любой вызов Богу – это тщета. Это бессмысленные действия, когда в свое время Никита Сергеевич Хрущев сказал, что он покажет по телевизору последнего священника. Ему казалось, что полеты в космос, они будут пропагандировать атеизм, и скоро вообще верующих не останется. Где теперь этот Никита Сергеевич? Поэтому тщетным является любое выступление против христианства, потому что полностью решить христианский вопрос хотели неоднократно. Это хотел сделать император римский Нерон, который был главой всего того мира, где обитала первоначальная церковь. И это хотели делать другие правители, как удаленные от нас, так и близкие к нам. Но все это оказалось тщитою. В 16 главе от Матфея в Кесарии Филипповой Христос говорит, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Это не значит, что врата ада не будут нам мешать. И кого-то одолеют врата ада, но церковь нет. Церковь, как институт божественный, она будет сохраняться. Мы, когда говорим о церкви последних времен, должны проводить параллель с церковью первых времен. Христос, обращаясь к первым христианам, говорил, «Не бойся, малое стадо! Не бойся, малое стадо! Отец благоволит дать вам небо!» И церковь в последних времен – это тоже будет малое стадо, потому что Сын Божий говорит, что когда Он придет на землю, едва ли Он найдет веру на земле. То есть верующих будет очень мало. Процесс дехристианизации, он будет проходить очень активно при поддержке властей, и церкви припомнят все. И даже есть такой текст в Писании – «Суду Божию начаться с народа Божия». То есть с церкви начинается суд. И хотя каждое человеческое сообщество имеет какие-то грехи, какие-то пороки, проблемы, но до них очередь дойдет, может быть, сам последний момент. А судам начаться с церкви, с народа Божия. И в этом великое благо, потому что, пострадав на земле, мы уже не приходим на суд в том смысле, что очищение в страдании включает принцип «заодно дважды не наказуют». И этот принцип, он всегда действует. Но здесь говорится, что метутся народы, племена замышляют тщетное, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Такой процесс, такой глобальный процесс неприятия христианства и неприятия закона Божия. Какие же их претензии? Третий стих – это их претензия к Богу и ко Христу. Вот что говорят эти люди. «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Вот что будет говорить мир. Они захотят расторгнуть узы нравственного закона Божия, свергнуть себя оковы их законодательных предписаний, уставов, постановлений. Само понятие греха будет отменяться. То есть будет происходить полное растабуирование. Но есть и другое истолкование третьего стиха. «Мы должны расторгнуть узы их и свергнуть себя оковы их», вот тех, которые порабощают церковь. Совершенно два противоположных истолкования. И Ефимий Зигабен пишет «Слова эти сказаны или от лица Духа Святаго, заповедующего верующим потомкам отстать от идолопоклонства язычников и от нечестия иудеев, расторгнув узы рабства первых, коими они связывались и свергнув себя их последних, коим они под законом тяготились, как бременем невыносимым и убивающим, а взамен того воспринять на себя иго и бремя Христова благое и лёгкое, тяжесть закона и самые узы рабства любовью растворяющие и животворяющие». Это одно истолкование. Поэтому истолкование – это призыв от Бога. «Расторгнем узы их», то есть мирских людей, и свергнем себя оковы их. Далее Фиме Зигабен пишет, «Или же сказаны они эти слова, что вернее самым контекстом речи от лица тех, которые возмутились и словом, и делом, распяли Христа на кресте, свергли себя иго, повиновение сыну, и порвали узы всякого подчинения Отцу, с коими связаны они были по самому закону природы». То есть, всё-таки истолкователи говорят, что эта фраза – это крик вот этих, которые совещаются вместе против Господа, которые метутся. они знали закон Божий, многие из них в детстве учили, но они воскликнут в последние дни «расторгнем узы их и отца и сына». Такой смысл. «И свергнем себя оковы их». То есть, любые нравственные предписания сбросить, как оковы, которые ограничивают людей в движениях плоти, в движении похоти, в осуществлении принципов гедонизма. И то, что мы сейчас наблюдаем, как раз больше похоже на второе возможное истолкование, что это мятеж против закона Божия, против Бога Отца, против Господа и против Помазанника Его, по-славянски против Христа Его, потому что Помазанник это и есть Христос. Но далее говорится, «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». То есть, вот этот мятеж, он, конечно, выглядит в глазах небес, как какая-то дерзость муравьев, что ли, против Творца неба и земли. И Ефимий Зигабен пишет, комментируя слова, «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Тот, который богохульствует, тут богохульствующие как бы останавливаются в своем богохульстве тем, что живущий на небесах Отец и Сын Господь всяческих по своему божеству представляются посмеивающимися и издевающимися над ними. Речь принимает тон усиленный для того, чтобы показать им и убедить в том, как они безрассудны были, что покушались на тщетное и невозможное, думая даже самого Господа, источника и начала жизни вечной, умертвить, и что язычники избрали себя, вместо Бога, избрали себе вместо Бога демонов, а иудеи удовольствовались вместо истины призракам. Конец цитаты. Здесь Ефимий Зигабен как бы усиливает эти слова и он говорит, что Бог Отец и Бог Сын, они посмеиваются на небесах. На самом деле Библия говорит с нами на человеческом языке. И посмешищем делают сами себя те люди, которые бросают вызов Творцу. это издевательство над собственной человеческой природой. Особенно бесы и демоны они смеются над людьми, которые идут у них на поводу, а Божество, оно бесстрастно. Божество, оно бесстрастно, неизменяемо. Но Библия говорит с нами на нашем человеческом языке, так нам более понятно, потому что если бы Писание говорило бы с нами не на нашем языке, это было бы очень сложно понять. Христос однажды сказал, я вам говорю о земном, вы не понимаете, а если я буду говорить о небесном, что же вы поймете? Таким образом, триумф всегда остается за живущим на небесах и живущие на небесах посмеется, Господь поругается им. То есть наказание для этих людей, посмешище этих людей заключается в той позиции, которую они заняли. наказание для них – это до чего они докатились, отвергая и Бога Отца, и Бога Сына. Язычники впали в идолопоклонство, а иудеи удовольствовались вместо истины призраком. Каким это призраком? Сейчас весь иудаизм заражен каббалистическим оккультизмом. Это призрачная теория, гипотезы, за которыми ничего не стоит, никакого отношения к Писанию они не имеют. Это обычный такой призрачный оккультизм, такие обманки, которые дьявол им подсовывает, но которые в отличие от грубого языческого идолопоклонства имеют вид неких таких интеллектуальных систем. Известные политики, музыканты увлекаются каббалой. Вот это Мадонна, бабушка такая ездит, пожилая, выступает на Гишо. Вот она увлекается очень каббалою. И стало модно носить красную нить на руке. На самом деле красная нить это причастность к убийстве Христа. У самих иудеев это как бы нить, которая означает мы его распяли. Такая гордая позиция. Мы справились с ним. И они там всем подряд завязывают. И многие просто думают, что это на удачу. А в действительности все может намного быть сложнее. Ведь они кричали кровь его на нас и на тетях наших. И так Господь посмеется и поругается грешникам. Но на самом деле грешники сами надсмехаются над собою и сами делают поруганием себя, потому что человек будет наказан его собственным грехом. Он творит посмешище над собою, когда верующий христианин там вдруг упился так, что ползает на карачках, как животное, а бесы только смеются в виде такой поношения образа Божия и такой поругания человека над самим собой. Но это одна беда. Другая беда человек втягивает в круг своих пороков других людей, делая из них тоже посмешище, делая из них поругание, я как-то рассказывал, я беседовал с одним соседом по квартире, мне сказали, что он стал приставать к совсем молоденькой одинокой девушке, которой только 16 исполнилось, а при этом в подъезде люди знали, что вот он с этой живет, с этой живет, у него как целый гарем там был на нескольких этажах, я его остановил и спрашиваю, а зачем ты к этой молодой-то пристаешь, тебе что, не хватает подружек, он говорит, да хватает, да хватает, но хочется чего-нибудь свеженького, а я говорю, а ты можешь мне объяснить, что это зачувствую у тебя такое, но понимаешь, с этими женщинами я давно, я уже брезгую их, они такие, ну как нечистые, я говорю, а ты чистый, значит, да, чистая тянет к чистому, да нет, мы там вместе все делаем, я говорю, ну а что тебя тянет к молодой, она вообще еще не разбирается, она не понимает даже, что ты от нее хочешь, но вот какая-то сила во мне чистого хочется, вот это действительно бесовское такое вот состояние, когда дьявол не удовлетворяется тем, что там один грешник там грешит с другим грешником, и грех начинает молодеть и молодеть, потому что закренелые грешники, они прям вожделеют втянуть в свои пороки совсем молодых, совсем невинных, и здесь они смеются уже над ними, кого совратили, поругание устраивает им, над которым надругались, растлив их. и пятый стих провозглашает «Тогда скажет им во гневе своем», то есть Господь скажет им, живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, «Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». Здесь как бы не говорится, а что он скажет. Казалось бы, по правилам грамматики надо написать, «Тогда скажет им во гневе своем», двоеточие, и там вот, что он скажет. Этого нету. «Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». И мы посмотрим комментарий, это Федорит Кирский. «Из их слов истолкованию научает самое исполнение на деле, потому что римское войско, напав на иудеев, опустошило город», то есть Иерусалим, это произошло в 70-м году, «сожгло храм, большую часть из них предала смерти, а тех, которые избежали убийства, сделав пленниками, поработило». Надлежит же обратить внимание на то, что пророк здесь упоминает одно за другим два лица. И, во-первых, лице Господа и Христа, ибо сказано на Господа и на Христа Его, то есть будет их восстание. А потом лице живущего на небе и Господа, как сказано, живы на небесах, посмеяться им, и Господь поругается им, да и впоследствии пророк, то есть Давид, соблюл тот же образ представления. то есть начало мы прочитали во втором стихе восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его, то есть Христа. Далее они призывают расторгнем узы их и свергнем себя оковы их, оковы их и ответная реакция Господь поругается. Живый на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет во гневе своем и яростью своей приведет их смятение. То есть в принципе не важно что он скажет. Для каждого будет свое слово. Потому что для каждого будет свое наказание. И каждый воспримет наказание справедливым. Никто не скажет я невиновен. Не сможет сказать. Потому что сам вид грешника в день суда будет изобличать его. А вот далее шестой стих до девятого слова обращенные от Бога отца к Богу Сыну. Они озвучены эти слова. Я помазал царя моего над Сионом святую горою моею. Говорит Господь. Возвещу определение. Здесь как бы диалог отца и сына. Значит, сначала говорит Бог Отец. Я помазал царя моего над Сионом святую горою моею. Теперь сын. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их железом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. То здесь диалог между Богом отцом и Богом сыном. Отец, я помазал царя моего над Сионом святой горою моею. Сын, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие. Здесь сын цитирует слова отца, начиная ты сын мой и пределы земли во владение тебе. Это отец говорит сыну и далее тоже отец говорит сыну ты поразишь их жезлом железным, сокрушивших как сосуд горшечника. То есть такой диалог между двумя лицами святой троицы. Это в противоположность тому диалогу, который ведут отец «Зачем метутся народы, племена замышляют тщетное, восстают цари земли, князья, совещаются вместе против Господа». А на небе тоже идёт совещание. 6 по 9 стих – это диалог отца с сыном. Феодорит Кирский пишет «Упасеши я железом железным, яко сосуды скудельниче сокрушиши я». То есть сокрушиш римское царство. Но иудеев сокрушиш римским царством. То есть римское царство было разрушено, но сначала Бог использовал римское царство, чтобы разрушить иудейское царство, которое Даниилова пророчества, римское царство, в переносном смысле называет железным по его крепости и несокрушимости. Сокрушает же наподобие сосудов, сделанных из брения. то есть сокрушает с легкостью, как горшечные сосуды, глина засохшая. Ибо когда отрекались иметь его единого царем и громогласно выпияли, говоря, не имамы царя, токма кесаря, поставил над ними просимого имя кесаря. Кесарь – это цезарь. И от воинства кесарей, то есть цезарей, понесли они наказание за нечестие. Если же кто думает, что сказано это не об иудеях, но об язычниках, то надо разуметь так, упасет язычников жезлом железным, своим крепким, несокрушимым царством, и сокрушит их, как сосуды скудельника, растворяя и воссозидая башню покибытия, сообщит им крепость огнем духа. Здесь немножко другая ситуация с язычниками. Они будут сокрушены царством Бога, а царство Бога – это церковь. И силы Духа Святаго, они будут сокрушены в том смысле, что они обратятся в христианство. Германские народы, галы, другие варвары, кельты, славяне, даки, все эти племена, скифы, они принимали христианство. Так предрекший осем блаженный Давид увещевает наконец и царей, и подчиненных, прибегнуть к спасителю с любовью, принять спасительные законы, и в изучении и преподавании он их находить для себя пользу. То есть, получается, что сокрушение иудеев – это уже наказание, а сокрушение язычников – это сокрушение их суеверий, это, скорее всего, их просвещение, потому что, куда не приходило христианство, сами дикие племена принимали христианство, и там, где не могли взять их оружием, железным оружием, они смирялись перед знаком креста Господня. Это сила нашей веры, собственно говоря, крест – это оружие на дьявола, данное нам, и его трепещут сила зла. И далее призыв «Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, научитесь на примере иудеев, какое они понесли наказание, когда князь Владимир решил поменять веру, он объявил об этом, и к нему приходили разные народы, и пришли хазары, которые исповедовали иудаизм, и сказали, прими нашу веру, мы верим в Бога Авраама, Исаака и Якова, это единый Бог во всем мире. Князь Владимир спросил их, а вы откуда пришли-то? Они говорят, из Хазарской земли, а он их спрашивает, а где ваша земля иудейская? А они говорят, Господь на нас прогневался и рассеял нас по всему миру. Князь Владимир говорит, вы что хотите, чтобы я принял веру, на которую Господь гневается и прогнал их. И вот здесь, на примере иудеев и на примере торжества церкви говорится, итак, вразумитесь цари, научитесь суде земли, суде земли, это вельможи, подданные этих царей. Феодорит Киевский предлагает такое объяснение, потому что над всеми нами царем тот Господь, о ком древле думали, что обладает он только иудеями. Древние считали, что у каждого народа есть свои боги, что у славян свои боги, у даков свои боги, у греков свои боги, и когда римские легионы входили в германские леса, они приносили жертвы местным богам. Этим самым они как бы говорили, мы не с богами воюем, а с людьми, а богов мы будем почитать. Но есть один бог над всеми царями, он и есть царь царей. Не только бог иудеев, но и варваров, и скифов, и славян, и кельтов, и готов. И далее произносятся слова, в которых есть некое такое внутреннее противоречие. служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Как это можно служить со страхом и при этом радоваться аж с трепетом? Во-первых, я неоднократно напоминал вам, что в книге Второзакония сказано, что Бог не принимает исполнение Его закона, если оно не соединено с радостью и весельем. Так и сказано. Если будешь служить Господу без радости и веселья, тебя Господь сгонит с земли и вообще лишишься Отечества. Ни вольник, ни богомольник. Но радость не исключает страх. Собственно говоря, это концепция двух имен Бога. Имя Бог означает правосудность в контексте Библии на еврейском языке Элогим оно иногда просто переводится как судьи, судья. Одно и то же слово строгость. Поэтому когда читаете Бог, думайте о строгости. А вот слово Господь означает меру милосердия. И когда мы читаем оригинал еврейский и там видим четырехбуквенное имя Бога Яхвы, это, как правило, отношение Господа со своими. Когда он общается с Авраамом, Яковом, он не называется Богом. Он Господь. И Господь в славяно-русском языке это производное от Господин. И как я вам объясняю, только в советское время слово Господин приобрело негативную окраску. А до революции господин это царь-батюшка, вот наш господин, наш помещик, который заботится, чтобы у нас работа была, что если дом надо починить, дом починили вовремя, сообщая. А если война начнется, помещик впереди поскачет на коне с мечом, а мы мужики там с кольями за ним вперед, каждый знал свое место. Поэтому на самом деле это концепция двух имен. Служите Господу, то есть милосердному со страхом, хотя логичнее казалось бы, служите Господу с радостью и со страхом почитайте Бога. Нет, здесь сказано иначе. Служите милосердному со страхом, то есть не пренебрегайте Божьим милосердием, не думайте, что всегда Бог будет милосерд, потому что Он еще и судья. как в Библии есть такое выражение Господь есть Бог. У меня один знакомый прочитал и говорит, что за глупость, мы и так знаем, что Господь есть Бог. Я ему объясняю, Господь означает милосердный, а Бог это судья. Значит, как это звучит? Милосердный Он же и правосудный. Он же и правосудный. И когда мы видим словосочетание в молитвеннике Господь Бог, это значит божественное милосердие, правосудие уравновешенное. Поэтому призыв служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, он отражает концепцию имен Бога. И Феодорит Кирский пишет, «Ибо должно не на одно человеколюбие надеяться, но, веселясь и радуясь о спасении, страшиться и трепетать соединенного с человеколюбием правосудие». Да, мы радуемся, вкушая спасение, но Феодорит Кирский пишет, при этом надо страшиться и трепетать соединенного с человеколюбием правосудия. Он не просто Господь, он Господь Бог. «Ибо сказано «Мняйся стояти, да блюдется, да не падет». То есть, тот, кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. «Когда, имея страх владычней, будем делать, что должно, больше причин к веселью будем иметь». То есть, имеем страх Божий, делаем, что должно, больше причин к веселью будем иметь в сделанном нами, потому что приобретем благую совесть, которая доставит нам великую радость. Сказано же, с трепетом, то есть, с сокрушением, чтобы радость Божия не превратилась в радость мирскую. А когда радость Божия превращается в радость мирскую? Когда мы постимся, постимся, потом так разговеемся, и радость Божия превратилась в радость мирскую. Есть люди, которые очень хорошо постятся. один мужчина, у него проблемы с алкоголизмом, он ни грамма не пил, а потом его пригласили разговеться. Так разговелся, скорую помощь вызвали, на машине увезли. Поэтому во всем должна быть мера, и надо блюсти, чтобы радость Божия не превратилась в радость мирскую. Поэтому и сказано, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, чтобы все было соразмерно. Соразмерно. Не будем в строгости впадать в уныние, а в веселости религиозной впадать в беспечность. И смотрите, что пишет Тихон Задонский. Уразумейте, что быть в царстве его – это блаженство, и ему, как благому и милостивому Господу и царю, служить присладко и радостно. А вне царствия его быть и ему не служить – это окаянство, бедствие и погибель. Ибо кто вне царствия находится, и ему не служит Господу, тот иго сатанинское влечет, и ему грехами и прихотями служит. Непременно всякий, живущий на земле, или в царстве Христа находится, ему служит, или вне царствия его, и служит дьяволу, чью волю и повеление творит, тому и служит. Сладко и радостно Христу, Царю Небесному служить, мерзко и бедственно служить дьяволу, князю тьмы и Богу века сего, который разум рабов своих ослепляет и влечет их за собой в погибель вечную. Служите же Господу со страхом и радуйтесь ему с трепетом, увещевает Дух Святой через раба своего Давида. Свергните шеи вашей тяжкой иго сатанинской и возьмите иго Христова на себя, ибо иго его благо и бремя его легко. Вот такое объяснение нам предлагает святитель Тихон Задонский и последний стих второго Псалма «Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блажены все уповающие на него». То есть на сына, на Христа. Это Давид написал, когда? Три тысячи лет назад, тысячи лет до Рождества Христова. А мы читаем, как будто объяснение Евангелия. Феодорит Киевский пишет «Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо для совершенства недостаточно одного приобретения боговидения, но надо упражняться и в деятельные добродетели, прилепившись к которой, пойдете путем непогрешимым». То есть недостаточно сидеть, читать там Писание, молиться почетком, надо еще доброделание какое-то делать, взять на себя какое-то деятельное послушание и стараться его исполнять. Феодорит Киевский пишет далее «Ибо гнев его возгорится вскоре, блажены все уповающие на него, ибо во время суда, когда пороки ваши подобно удобо возгорающим емуся веществу, то есть которое быстро воспламеняется, как огонь воспламенят божественный гнев, то есть пороки наши, они пороки, вспыхнут как порох в день суда. Будете вы вдали от пути праведных, неся наказание за то, в чем согрешили во время всей жизни. Но истинно и твердо возложившие упование на Бога примут тогда плод надежды, блаженства, ибо пророк говорит «блажены все уповающие на него». Если подвижники, добродетели ублажаются и в настоящей жизни, тем несомнение примут блаженство в тот день, в который жившие в лукавстве привлекут на себя Божий гнев. То есть, если подвижник, который не только верит, но и живет по вере, получает радость уже в этой жизни, то тем более в тот день, когда Господь отделит злых от добрых, радость в одних усилится, а скорбь усилится в других. А грехи, может быть, даже забытые нами, вспыхнут как порох, как вещество, которое легко воспламеняется. И то, что мы уже забыли, оно всплывет в нашем сознании, и мы ничего не сможем скрыть. Наш язык будет свидетельствовать против нас, наши глаза будут свидетельствовать против нас, не туда смотрели, не то говорили, руки, ноги, все будет свидетельствовать против нас, и никто в тот день не устоит, ибо сказано, что даже праведные будут пребывать в тревоге. Итак, сегодня мы изучили второй псалом пророка царя и псалмопевца Давида. если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать третий псалом. Мы будем изучать с вами не все псалмы, а избранные псалмы, вот, начальные псалмы, а потом перейдем к наиболее часто читаемым псалмам и тоже постараемся их выучить, понять их смысл, и до конца года, я думаю, нам хватит времени для такого важного занятия читать книгу восхваления, как она называется по-еврейски, Сефер Тегелим или Псалтырь, как она называется в христианской традиции. Псалтырь – это инструмент музыкальный, струнный инструмент для исполнения псалмов. И святые отцы говорят, у восточных христиан нет инструментов, чтобы исполнять псалмы. Само сердце твое должно стать инструментом звучащим. Сама душа твоя должна петь, как лира, как арфа. И сознание твое, как псалтырь боговдухновенный, мысли струнные должны настраивать тебя на божественный лад. Спаси Господь. Спасибо.